Здравствуйте, уважаемые зрители нашего видеоканала! С вами я, как всегда, ваша Елена Кофейникова. И сегодня мы находимся в городе Велохаёсло с нашими друзьями, нашими покупателями Владимир и Ирина, которые приехали в такое непростое время сюда и оформили их покупку. И очень много расскажут об их истории покупки, приезда и проживания здесь данное еще раз повторюсь, непростое время – пандемия. А сегодня мы находимся в городе Велохаёса в порту клуб «Наутику». И в этом замечательном ресторанчике мы решили отобедать и поговорить обо всем насущном. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций «Люкс Инвест» представляет крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. spnluxinvest.com Звоните прямо сейчас! Подписывайтесь на видеоканал «Люкс Инвест 2010» и ставьте лайки! Итак, друзья, мы продолжаем наш рассказ о приключениях Владимира и Ирины. Ребят, ну, конечно, я шучу. Приключениями это назвать можно только положительными. Я вас не гипнотизирую, ни в коем случае не заставляю думать только так, потому что в нашей жизни в Испании не все так радужно и безоблачно, но это все приводит к хорошим, положительным, очень положительным событиям в нашей жизни, и об этом мы сегодня как раз и поговорим. А сейчас я хочу вас поздравить с вашим приобретением! Спасибо! Наконец-то вы здесь, в Испании, и смогли увидеть собственными глазами вашу чудесную квартиру в классном комплексе. И здесь, на нашем побережье, очень желаю вам просто от души добра, именно положительных эмоций от вашего вот такого настоящего кусочка Испании в ваших руках. Счастья вам! И наслаждайтесь! От души! Спасибо, Леночка! Спасибо! Надеемся, что мы все это воплотим в жизнь, что ты нам пожелала! Конечно! Обязательно! Будьте здоровы! Какое замечательное вино! Великолепное! И стол такой классный, что я вот уже заговаривала о том, что пока горяченькое, уже мы будем ждать, когда оно остынет. Наоборот! Но дело в том, что нужно кушать это горячим, пока такие сочные креветки, самые свежие. Но ради творчества мы потерпим, скушаем это уже холодное. Поэтому на сегодня сначала дело, как говорится, а потом уже отдых и наслаждение. Сегодня мы встретились, как всегда, я хочу вам задать много вопросов о вашем приезде, о вашем настрое, о вашем вообще желании сюда переехать. Вот все от души, расскажите, как есть, с чего, может быть, вы сами начнете или вам задавать вопросы, как вы хотите, как удобно. Как скажешь. Мы открыты к диалогу. Мы открыты к диалогу. Расскажем все, как есть, все, как было. Тогда сначала, с самого интересного начала. У нас есть уже видео, когда мы созванивались в Сире, в момент карантина, когда мы рассказывали всем нашим зрителям о том, как вся история происходила, с самого начала выбора. И почему вы, в принципе, захотели поехать в Испанию именно с целью жить? И вообще, вот откуда родилась такая идея? Может быть, немножечко, кто не видел то видео, хотя бы чуть-чуть, кратко расскажем об этом. Так как я уже рассказывала, давай ты расскажи. Хорошо, давай я расскажу. Ну, идея переезда в Испанию возникла, в принципе, не спонтанно, потому что в прошлом видео с Леной мы говорили, находясь в Москве на карантине с пандемией, мы рассказывали о том, что мы пять лет прожили в Португалии и нам солнечная страна очень-очень подходила, но выбор пал не на Португалию, а на Испанию, потому что экономический статус Испании выше, чем португальский и нам подходит очень теплое море и настрой людей. Здесь очень добрый, и очень позитивные люди. Соответственно, кратко, то, что мы выбирали объекты, смотрели по интернету, выбрали пять риэлторов, к которым хотели обратиться и выбрали восемь объектов, на которые мы финансово готовы были пойти, потратиться, для того, чтобы обеспечить, так сказать, свое проживание в Испании. Хочу сказать, что единственный специалист по недвижимости, который мгновенно откликнулся, это Лена. Буквально через пять минут запроса она мне написала, потом позвонила, мы начали вести диалог, я отправил запросы, и Лена конкретно сказала, ребят, все, что вы видели, это очень хорошо, но вам надо прилететь, вживую посмотреть. Приняли решение вылетать, прилетели, Елена нас любезно встретила в аэропорту, и мы сразу же поехали по объектам смотреть. Первый объект это у нас был здесь, непосредственно, где мы сейчас находимся, в этом шикарном ресторане, Лавилла Хайоса, прекрасное место, шикарное, мы приехали туда, он у нас был в приоритете, сразу его Если бы финансы позволяли купить два объекта, мы бы купили два. Посмотрели, нам очень понравилось, решили посмотреть следующий объект, третий, и в принципе на третьем объекте сразу Елена акцентировала внимание на том, что нет смысла дальше кататься, потому что требования мои и желания Ирины, они очень сильно разнились, не совпадали. Лена, естественно, сделала вывод, что надо угодить и одному, и другому, предложила нам посмотреть объект, от которого в принципе, как сказала Лена, вы не откажетесь. Мы даже с ней поспорили, мы даже с ней поспорили на обед, получится или не получится. Она нас привезла на объект, который, которого не было просто, просто не было, там было просто поле, карьер и все, и одна, одна демонстративная, ну и одна, один офис. Мы приехали, посмотрели. Озвучим, когда это было, сколько время прошло? Полтора года, полтора года прошло, да. Приехали, посмотрели, каталоги, я долго не понимал, почему нас привезли на пустой объект, Елена объяснила. Логистику, место пребывания, рядом находится огромнейший торговый центр, великолепная зона, пешком дойти до моря, ну, час, очень хорошее место расположения и очень интересный застройщик, и самое главное, что нас устраивали все позиции, что касались моих претензий и Ирины, то есть мы сошлись мгновенно, на что я отметил, что действительно уровень профессионализма и выборе человека, который нам помогает в недвижимости, мы, конечно, не ошиблись. Буквально вечером мы, целый день мы проходили по этому объекту, вечером мы поехали и внесли деньги за договор резерва и и мы определились, определились, на следующий день мы отобедали, потому что я проиграл, в принципе, все было отлично, на все вопросы Лена нам ответила, все рекомендации дала, мы неделю погуляли по Бенедорму, пешком прошли весь Бенедорм для того, чтобы понять логистику, как здесь живется, посидели в ресторанах, посетили магазины, нам все понравилось, в принципе, улетели. Второй раз мы прилетели, когда застройщик начал возводить котлованы, прилетели для того, чтобы посмотреть, движется или не движется, после этого мы приняли решение оплатить 100%, сразу же оплатили 100% вперед за недвижимость, провели здесь 10 дней, каждый день мы встречались с Леной, она нам показывала интересные места в Бенедорме, рассказывала про жизнь, то есть, полностью сопровождение, как, не в качестве эксперта, а в качестве, можно сказать, друга, человек, который практически все нам рассказал от начала до конца. Улетев домой, мы получили массу удовольствия, все поняли, приняли решение, и в конце концов застройщик нас пригласил на приемку объекта, так как подошла наша фаза сдачи объекта, но, к сожалению, мы не могли вылететь и выехать, потому что проблема с пандемией. Мне понравилось, вчера Лена сказала такую фразу, кто хочет, найдет пути выезда сюда. Скажу, что это было не сложно, по большому счету, мы действительно нашли путь выезда в Испанию, то есть в Шенген-зону Европу. Мы приняли решение не лететь самолетом, а ехать автомобилем, загрузили самые необходимые вещи на первое время и двинулись в путь. Немножко возникла проблема, ну, я бы не сказал, что это проблема, маленький нюанс на границе с Польшей, когда мы заезжали в Шенген-зону, проверяли наши документы, два часа мы стояли, ждали пока, соответственно, весь опросник нам подходили, представители службы таможни, спрашивали, куда мы едем, зачем мы едем, как мы едем, бронировали мы где-то места, мы знаем о том, что есть комендантский час в странах, по которым мы будем проезжать транзитом, да, все объяснили, все рассказали, получили документы, двинулись дальше. Но они просто сверяли с нашими документами, с данными документами, все, что мы скажем. Хочу сказать то, что освещают в СМИ, что есть кордоны, стоят между границами, Германии, Франции, Испании, никаких кордонов нет, мы все время ехали по платным дорогам, да, это не так эстетично, не так красиво, но это быстро и без всяких проблем. Для тех, кто будет ехать машиной, рекомендую, потому что, если цель посмотреть всю Европу, тогда, конечно, лучше ехать по маленьким городишкам, бесплатным дорогам, это красиво, это интересно. Кто хочет добраться и имеет конечную цель, выстроил себе вектор, то, соответственно, рекомендую ехать по платным дорогам. Никаких кордонов, повторяюсь, нету, ни одной полицейской машины мы не встретили, никто нас не останавливал, где на ночевке останавливались, все очень даже прилично, культурно, чисто, люди доброжелательные, поэтому дорога у нас заняла в общей сложности четверо суток, час не хватило сил доехать до Бенедорма, мы попадали на комендантский час, хотя нам рекомендовали можете ехать, никаких проблем в принципе не будет, потому что документы подтверждающие с собой были. Мы перестраховались, остановились в прекрасном месте, переночевали, приехали в Бенедорм, нас встретила Лена, мы, соответственно, предварительно созвонились, все великолепно, все отлично, то есть дорога, я бы не сказал, что она была сложная, при желании можно проехать даже сейчас в это сложное время. Можно. Немного тоже добавлю об этом, мы готовим еще несколько видео, также с нашими покупателями, которые и давно покупали, и уже получали давно золотую визу, мы им делали, и есть, кому мы помогли ВНЖ сделать совершенно недавно, и даже в этом году в карантине мы оформили еще несколько объектов, и также люди получили в ВНЖ и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и есть, кто в Казахстане тоже получил несколько, и приехали еще даже не покупая с Казахстана, они ко мне давно приезжали, полтора года назад, сделали ВНЖ, и приехали сюда, и здесь посмотрели, вот это буквально месяц назад было, выбрали, и сейчас вот буквально мы оформили, и сейчас им делаем ремонт полностью в доме, то есть это все действительно реально, все действительно можно, и есть уже конкретные люди, конкретные примеры, просто немножечко по-разному, кому-то ВНЖ в одной стране, кому-то в другой, кому-то другие способы подходят, и мы это все индивидуально подсказываем, помогаем, в каких-то направлениях, просто даже, скажем, даже направляем, вот еще раз, простите за тавтологию, то есть просто не каждый человек может быть даже просто неинформирован, скажем так, все люди не сильно узнают эту информацию, а мы как раз в этой гуще событий узнаем все что-то новое, потому что люди приезжают, мы советуемся, мы спрашиваем, мы узнаем постоянно, и кому-то в удобен на один путь, кому-то другой, кому-то третий, кто-то прилетел в Хорватию, через Хорватию на машине заехали, кто-то еще через несколько стран, кто-то через рабочие визы других стран, Шенгена, и так далее, есть варианты, их много, и реальный вариант, это ВНЖ, в Испанию, который делается, который вот реально, у нас много людей заехали, кто приехал оформить недвижимость, кто уже имел недвижимость, кто только на осмотр приехал, то есть есть варианты сделать ВНЖ, даже без присутствия в Москве, без именно личного, личной подачи, даже такие есть варианты, поэтому кому это интересно, обращайтесь, и подскажу, и проконсультирую, и мы в дальнейшем будем помогать в этом вопросе, как и вам, точно так же, как мы и хотели, чтобы вы приехали, и еще раз, я вам каждый раз буду говорить спасибо, что вы приехали, это нас очень радует, просто потому, что, конечно, вы сами увидели ситуацию вот здесь внутри, когда мы можем оформить по доверенности, мы оформляем, мы много сделок сделали, дистанционно и по доверенности, но мне очень нравится, когда люди сами приезжают, во-первых, видят, чувствуют свои эмоции, и сами проходят путь собственника от начала и до конца, когда нужно обставить, нужно вникнуть, нужно свои идеи воплотить, мы же не можем все вот это за людей, ну, как бы сказать, но осуществить мы можем, но это не те ощущения, хочется их, да, как бы дать возможность получить людям самим, но когда вы покупали недвижимость именно на новостройке, это еще одна задача, проверить недвижимость, когда вы приедете, мы оформили, да, в итоге вы оформили все в нотариусе, то есть вы получили на руки документы, все, вы собственники, и дальше начинается уже внутренняя жизнь в Испании, и я хочу об этом тоже, ну, всех практически попросить, кто может, кто, скажем, инвестиционно вкладывает, это понятно, я подсказываю, куда вложить, как интереснее продать, в какой-то момент доходности, даже можно не приезжать, мы оформляем дистанционно, и дистанционно можем и продать, то есть этот вопрос тоже отдельный, но когда вы хотите с целью переехать сюда и иметь здесь, ну, совершенно другие задачи, скажем так, осуществить, то вот как раз вы молодцы, очень, что приехали, и вы сразу проживаете, и нарабатываете свой круг, и общение, и контактов, и даже опыта, знакомство с культурой, да, со всем, и вы поделитесь с нами тоже, почему это важно, потому что хочу реально всю правду жизни здесь показать, и ситуации бывают разные, и хочется, чтобы люди и видели в нас, и друзей, и помощников, и не просто показывать все с красивой стороны, все здорово, все замечательно, ребят, нужно узнать, что есть правда жизни, которая в Испании тоже, она прекрасная страна, но есть нюансы, которые мы должны вместе делать, скажем так, с нашими покупателями, вам слово. Ну, для начала я бы хотел сказать, что когда Лена говорила, что вы инвестируете денежные средства, и получите от этого прибыль в случае продажи, я никак не мог сопоставить эту математику. Приехав, вот мы находимся месяц здесь, непосредственно приехав в Испанию, я понял, почему, потому что, когда мы покупали недвижимость, она стоила там, ну, к примеру, 250 тысяч, я не мог понять, каким образом мы можем выиграть, плюс налог, плюс оформление у Натальи, и так далее, как начался сдаваться, объект начался сдаваться, цены сразу выросли, ну, в нашем случае, на 30-40%. Больше, а, под процентов, не тысяч. Процентов, да. Процентов, да. Процентов, да. Процентов, 30-40%. Уже сейчас 280 тысяч цена, а это продажи. минимальная цена дуплекса, а еще плюс дополнительные вещи, и так далее, да. Поэтому, а они еще поднимутся, это только те, которые еще год нужно ждать. И это только вторая фаза. объектом, вот те объекты, на которые мы ездили с Еленой, там где-то 30%, где-то 40%, есть объекты по 50%. По 50%, да. И спрашиваем цены, и действительно это так. То есть, стоимость недвижимости растет. Растет. Хочу сказать, за первый месяц, с какими трудностями столкнулись. Да, в принципе, для России, я бы сказал, что это не трудности вообще. Немножко нас подвело качество отделки со стороны застройщика. Я это все рассказал в своем блоге, но в оправдание хочу сказать. Практически все исправили. Практически все исправили. Да, медленно. Да, немножко. Не вовремя. Но это российский менталитет. Пришел, увидел, победил. Здесь они живут не для того, чтобы работать. Они работают для того, чтобы жить. Спокойно, медленно, качественно, но застройщик надо отдать должное. Практически все исправил. Остались маленькие нюансы, моменты. Это все. Но это, опять же, благодаря тому, что вы здесь могли находиться и контролировать. отслеживать. Вот поэтому я прошу, приезжайте, пожалуйста. Контролируйте, смотрите, наблюдайте, что вас устраивает, что не устраивает. Но реально они доделывают. Они доделывают. Но то, что, конечно, делаем скидку в этом году, пандемия, может быть, что-то, может быть, конечно, это, опять же, я не утверждаю, что, ну, как бы, растяжка по работам, еще каким-то образом. Может быть, у них какое-то сокращение штатов. Ну, хотя я, например, этого не наблюдала. Но я уже как-то пытаюсь оправдать, можно, да, правильно сказать. Есть эффективные моменты, есть необъективные моменты, но они доделывают. Это самое главное. Вот вы здесь уже, получается, вы здесь уже месяц, оформили где-то, получается, недели три назад, сразу, будь, травы оформили. И вот в течение двух, двух с половиной недель практически все уже все наладили. Прописку сделали. Ну, имеете в виду доделки вот эти. Хочу сказать, что первые две недели для меня, как для человека буквального, был шок. Потому что, если договариваемся на одно время с испанскими коллегами, что они придут исправлять, то это обязательно будет не в это время, не в этот день, не в этот час. Я ходил, взлился, нервничал. На третью неделю как-то пошло, как говорит Лена, пружина начала разжиматься. Четвертую неделю, вот месяц, мы абсолютно адаптировались, ассимилировались в это общество, все понимаем. Они всегда улыбаются, они никогда тебе не ответят грубостью. Просто, просто хорошо, великолепно и спокойно. Хочу отметить... Это радует. Да, маленькие, маленькие проблемы, которые возникают с покупкой мебели. Потому что здесь нельзя пройти в магазин, сразу купить мебель, и чтобы ее привезли на следующий день. Это нереально, потому что... Вот, прошу вас, расскажите вот эти вещи, это важно, чтобы люди... Мы не ожидали. Мы заказали... Месяц, два, нужно ждать. мебель, и нам сказали, от двух до четырех месяцев мебель ждать, и причем, эта мебель, ну, будем говорить, не VIP-класса, а премиум-класса, и здесь немножко с этим проблемы. Но это нормально, потому что компания, в которой мы заказывали мебель, нам Лена рекомендовала, даже, приведу такой момент, мы с собой привезли надувной матрас, для того, чтобы где-то первое время спать. Она нам... Компания предоставила нормальный матрас, кровать, основу, потому что наши клиенты не могут спать на полосзаном надувном матрасе, и это очень спасло ситуацию. По поводу покупки автомобиля, могу рассказать в двух словах. Мы решили, когда должны были вылетать в Испанию, мы не планировали ехать на машине, поэтому мы заранее подыскали автомобиль, который мы хотели приобрести, но так как проблематично... Чтобы здесь не ждать, да, чтобы здесь не ждать, и можно было уже, как говорится, кататься на своем... на своем автомобиле. Но так как испанские законы имеют маленькие пункты... пункты приткновения по поводу покупки, Лена нам порекомендовала обратиться к Олегу. Кстати, очень рекомендую, Олег Кофейников, мы с человеком познакомились удаленно, с полуслова друг друга поняли. Я поставил задачу, то, что я хочу приобрести, за какие деньги. Человек поехал, нашел машину, договорился. Прямо в короткие сроки, в сжатые. Короткие сжатые сроки, больше того, он вывел нам скидку на 3 800 или 3 900 тысячи евро, это серьезная скидка. Мы приобрели автомобиль, оплатили 100% вперед, и нам испанцы обещали его привезти, ну, изготовить в Японии, а привезти в салон через 4 месяца. Что крайне удивительно для испанцев, машина пришла через 2 месяца, и, к сожалению, из-за пандемии мы не выдержали сроки. Но они любезно согласились, чтобы машина стояла в гараже у них без всякой оплаты. Прилетев сюда, мы встретились с Олегом, поехали, получили машину, сделали страховку, опять же, благодаря Олегу за очень смешные деньги. Но по его рекомендации сразу подготовили. Нам прямо страховку Олег привез в салон, мы получили автомобиль, приняли его, но по испанским законам не могли выехать, потому что 3 дня на оформление номеров дается. Ровно через 3 дня нам пришло сообщение о том, что ваши номера получены. Мы приехали, получили автомобиль, это есть на видео. Отлично катаемся, огромное спасибо Олегу, рекомендую, обращайтесь, не пожалеете. Человек понимает с полуслова, абсолютно подходит, да, полностью подходит и соответствует вашим требованиям. Что касается покупки электробытовой техники, хочу сказать, здесь есть такая шикарная опция, как скидки в Черную Пятницу. Мы практически как раз на нее попали, всю электробытовую технику закупили за раз, ощутимо. Кому интересно, пример, телевизор стоил 1800, мы его приобрели за 1200, это серьезная стыдка, да, 75-й диагональ, премиум-класса, очень достойная, очень достойная. Что касается отношения испанцев к мигрантов, ну, вот я вам честно скажу, что мы на себе какого-то негатива, да наоборот, позитив только ощутили. Если ты чего-то не понимаешь, гуляя по городу, если ты чем-то поинтересовался, вплоть до того, что тебя возьмут за руку и отведут, абсолютно другая жизнь, абсолютно другой менталитет, абсолютно другое отношение к людям, независимо от того, из какой ты страны, кстати, хочу заметить, здесь очень много мигрантов с разных стран практически. Наши соседи это голландцы, бельгийцы, Норвегия, ну, практически на все страны. Есть люди из Белоруссии, есть люди из России, из Украины, все очень хорошо между собой общаются, нету никакого мировоззрения о политике, вообще здесь не принято говорить о политике, только хорошее, климат великолепный, три дня был ветер, немножко испугало, но этот ветер по сравнению с холодами в Москве и серостью, сегодня у нас 20 градусов тепла, сегодня великолепная погода, позавчера было 24, даже с половиной, до 12 ночи не закрывали балкон, потому что, ну, такое, ну, тепло, приятно. А сегодня у нас, какое, 13-е у нас, сегодня декабря, вот такой день мы решили снять, замечательный теплый день у моря, видите, сижу даже вот, ниже, не холодно, 21 градус даже мне вот подсказывает, наш видеооператор, показывает, да, так что вот так, погода, природа, мы фарковали сейчас перед рестораном, и много испанцев, бабушек, дедушек, маечек, футболочек, со стульчиками, с раскладушечками специальными какими-то, все на пляж направлялись, выходили, рядом с нами, и вперед, дедушек под ручку, и вперед, дедушки, как и шаки, намечены этим всем, и шли отдыхать, загорать, то есть погода располагалась. Я вчера тоже снимала, вот это как раз, да, как люди на пляже сидят, кто загорает, кто спортом занимается, кто йогой, по-моему, несколько дней назад я снимала вообще наши группы, высылала, как ребята просто в трусах играли в волейбол, на пляже, да, а, это было первое, как раз декабря, я говорю, первый день зимы, да, я вот это высылала, но это действительно классно, здесь мы живем, этим солнцем, этой природой, погодой, замечательными нами, нашими явствами, которые тут, нам тут пахнут, да. Акция только для покупателей, при покупке недвижимости, вы можете получить золотую визу, автомобиль или скидку в подарок, рекомендуем, лучшее предложение на рынке испанской недвижимости, элитный комплекс на первой линии моря, с рентабельностью свыше 30%, самый крупный каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании, спенлюксинвест.ком, звоните прямо сейчас, плюс 34-618-68-55-51, международный портал элитной недвижимости и инвестиций, люксинвест.еу. Хочу добавить то, что когда мы планировали выбирать жилье в Испании, мы с Ириной говорили, называли, так сказать, этот квест золотой пенсией в Испании. Для того, чтобы приехать, спокойно встретить старость, привезти жилых родителей, детей, внуков, для того, чтобы они получали этот великолепный солнечный заряд, позитив, прекрасные фрукты, очень-очень дешевые, качественные вещи, шикарное вино, это все великолепно. Но, приехав сюда, мы поняли ровно наоборот, что все, что я сказал, это правда, здесь все здорово, все великолепно. Ну, о какой пенсии может идти речь? Здесь хочется... Я хочу добавить. ...хочется созидать, хочется жить, что-то творить, поэтому энергетика просто бьет. Просто по-сумасшедшему бьет. Это, видимо, солнечные заряды. Извините, добавлю все-таки. Я всегда говорила, как это на пенсию. Пенсия здесь начинается в 70-80, и то все бегают на танцульки. Вы даже не представляете, насколько здесь 40, 50, еще 60. Настолько все молодые, активные. Я говорю, во-первых, это те самые счастливые годы, которые ты просто наслаждаешься. И ты еще очень сильно можешь, много чего хочешь. Я всегда говорю это наоборот. Это не пенсия. Это мы живем в нормальный, зрелый возраст, когда мы можем еще насладиться этими годами. Реально. А еще одна фраза у меня есть такая, скажем, коронная. Давно уже, я все думаю, где-то сделать какое-то видео об этом. Ну, вот такое, как девиз у меня это было. Сделай себе королевский подарок. Вот примените его к себе. Не золотую пенсию, а королевский подарок. Да, наверное, правильно. Уже меняются приоритеты. Мы же в королевстве. Мы в испанском королевстве. А мы как подданные короля. Но мы именно реально в королевстве. Но реально ощущение сказки здесь есть. У меня оно было всегда. Это качественная жизнь. Другое вообще восприятие жизни. Это тоже будет меняться. И о том я хотела попросить о том, что мы разговаривали до съемок. Сравните Россию и Испанию в момент пандемии. Где все-таки легче или где лучше? Или как вы думаете, может быть, как вам сейчас ощущается? Вы уже в Испании. И как было там? Вот ваше ощущение именно в момент коронавируса. Пандемии. Вот этот год. Ну, давай, наверное, я начну рассказывать. Когда началась пандемия, нас загнали всех по домам, по квартирам. Мы сидели просто как мышки. И делали вот эти QR-коды, чтобы выехать на автомобиле. Это было все очень сложно. Ну, все, кто сейчас находится в России, все это все помнят. Не так много времени прошло. И приехав сюда, слыша о том, что в Испании все плохо, много больных, много заражений, ты этого не видишь, не встречаешь. Даже общаясь с медиками местными здесь, они говорят, ну, это, конечно, есть, но это не настолько, как это все разносят у нас по сне. Я не могу сказать, может быть, у них какая-то другая цифра идет по Барселоне, по Мадриду, по каким-то другим городам. В общем, они говорят про Испанию. Ну, вы помните, говорили, Ледовый дворец с трупами завален в Мадриде. Этого не было. Да. Это очень было неправильно, неправда на Россию. Мы это действительно ничего не видели, слава богу. Мне звонили очень многие, такое рассказывали бы, ребят, это неправда, этого нет. Я в клинику ходила, дело просто так для себя диагностики. Не было таких случаев, никакие клиники не были завалены, то есть, там, говорили, там, в коридорах. Что на льду говорили, там, выкладывают погибших. Нет, трупы, нет, этого не было. Пустые клиники в Аликанте, Валенсии создали огромные такие клиники временные. Они пустые совершенно. Девочки, обычное воскресенье, никакой праздник, ничего. Обычное воскресенье, хорошая погода, ресторан полный, нет ни одного свободного места. Люди сидят, обедают, общаются, ну и, слава богу, на что никто не болеет. Получают удовольствие от жизни. Здесь есть тоже статистика, она и есть и смертности, но она уже пошла давно на спа. Вторая, опять же, мы тоже еще переживаем, что вторая волна, она, возможно, еще будет, и зима впереди. Но все здесь не так накручено, скажем так. И очень хорошая медицина, я вам точно могу сказать, что сколько, где, как, я слышала, кто где как даже болел и лечился, наши покупатели, мы с ними тоже сделаем интервью. И, опять же, из России они приехали сюда, и они об этом как раз расскажут. И здесь переболели, да? Да, и как там принимали звонки и врачи отвечали, это, конечно, для меня было шоком. Здесь такого нет. Мы обращались, у нас девочки и гриппом болели, просто боялись уже, естественно, думали все, что угодно, можно подумать. Но это прям было очень все правильно, все настолько все отзывчиво, настолько приходили им все это, анализы делали, все делали, то есть не было никакого отторжения, как в России врачи. Есть у нас покупатели, которые рассказывали, как в Подмосковье заболели, а они у нас оформили мы им дом, здесь дистанционно, ВНЖ, золотую визу, все уже оформили мы им, и они должны были прилететь, и тут они заболевают. И вот если бы, говорит, не в Москву у нас, меня брат бы не привез, тут рассказывает наш Виталий, покупатель, он говорит, ну, то есть это было бы плачевно вообще, потому что в итоге он сделал КТ, а у него 70% легких. Это уже много. Да, и вот он сейчас собирается приехать, уже восстановился, уже легче стало. То есть у нас уже на примере даже наших покупателей уже прошли эти все, скажем, испытания жизненные. Никому этого, конечно, не желаю. И желаю, чтобы у вас тоже здесь все было хорошо, и здоровье, и так далее. И, конечно, везите сюда всех родных, кто только... Спасибо. Однозначно говорю, что в Испании мы спокойнее, мы в гигиене, мы в обществе более цивилизованном, чистом, люди корректнее. То есть если ты не одел маску на улице, тебе бабушка любая подойдет, скажет, маску одень, масочку одень. Да, они напоминают. То есть это прям вот так. То есть это определенный порядок в голове. Мне в магазине напоминают. В магазине напоминают. Я зашла, забыла. Вышла с автомобиля и в магазин. Мне показывают маска, маска. Где маска? И везде у нас в магазинах везде все гели. Всегда, как только был карантин, были везде перчатки. Стояли на входе, оденьте перчатки, оденьте перчатки, помажьте. То есть все это контролируется, обрабатывается все везде. Человек встал из-за стола в ресторане, все обрабатывается. Не сядет другой, пока не обработается. Стулья все полностью. То есть в этом плане, видите, идет полный, ну, как бы адекватный, правильный подход. Подход правильный, да. Согласитесь. Общество, оно работает на какие-то эти правильные вещи, что у нас все в порядке. Слава богу, в нашем коллективе, в нашей близкой люди. Чтобы здесь не было таких массовых выражений. А вот это как раз мы сегодня обсуждали с нашими покупателями, которые я буквально на дня буду делать сделку, о том, что когда же границы откроются. На самом деле, не только ощущения, но и, можно сказать, и даже слухи, но слухи, которые уже подтверждались в прошлом году. Но я общаюсь очень много с иммиграционными специалистами, которые и не по Испании, а по странам, другие, Мшенгена, они уже озвучивают, что два года будут границы закрыты. И об этом раньше я слышала в прошлом году. И наши покупатели, и кто хотел приехать на просмотр, они говорят, да, нет, откроют. Откроют осенью, откроют тогда-то. Но мы прекрасно слышали о том, что туризм российский развивают, стараются рубль подняться по отношению кушать, как бы выровнять, но опять же этого не происходит. Но на следующий год я уже слышала информацию о том, что опять российский туризм. Но смотрите, Испания, как таковая, она впустила очень многие страны. Европа вся была открыта. Даже из Италии, где красная зона, сюда ехали люди на отдых, туристы. То есть нет, тут закрыты границы. У нас приезжали люди, очень многие из Германии, наши покупатели, и новые люди приезжали на просмотр и купили. И сейчас мы уже одну объект, один им оформили, сейчас второй, они везут кухню в дом. Не было никаких, как раз на границе от постов, ничего. И это как раз вот у нас уже четверо из Германии приехали. То есть, и я понимаю, что Европа-то открыта между собой. Из Америки у нас люди, хотя их тоже не запускали, вот через Хорватию, они к нам доехали, да, то есть и другие ходы из других стран. Но тут вопрос в другом. Вели карантины после приезда, отъезда. Где-то их сохраняя, скажем, по контролируют, где-то нет там в Англии еще кто-то к нам вот, например, при приехать. Боится, потому что потом посадят на карантин. Да, две недели. Опять же, это нюансы уже внутренние в странах там. Но если с Россией связывать, то я точно думаю, что уже как бы понимание есть, что не откроют. Слава Богу, если откроют. Но давайте думать о том, что все-таки надо думать, как говорится, о плохом, а лучше само придет. Так есть возможность сделать ВНЖ, есть возможность заехать. И это, скажем, дорога, если дверь пока не закрыта, а вообще как будто железный занавес в России закрылся. И может быть из-за того, что российский турист поднимает, а может быть какая-то другая причина уже политическая, что именно в Испанию Россию всю не запускают. Но с ВНЖ же запускают, а из Севен сделали самолеты раз в неделю. И сейчас они летают. Представляете, они заполняются. Сколько россиян имеют ВНЖ в Испанию? Сколько собственности? То есть понятно, что Испания совсем не закроет. Но только через ВНЖ, видимо, им дали такую возможность запускать. Так Испания выпустила, видимо, не дает Россия. Понимаете я о чем? Это какая-то политическая, видимо, игра. Но об этом мы, естественно, догадываться не будем. Поэтому есть варианты сделать сейчас ВНЖ. Нужно делать. Всем советую, всем помогу, всем дам и контакты определенного направления. Поэтому, а то, что здесь находиться все-таки лучше, вы со мной согласны? Я отвечу на твой вопрос по поводу сравнения России и Испании. Где лучше жить? Скажу так, Россия это очень правильная, организованная и буквальная страна. Там не получится сказать завтра, послезавтра и вовремя не сделать. Россия это страна для бизнеса. Россия это страна для зарабатывания денег. Испания ровно наоборот. Испания это страна для того, что здесь ты мог, ну, если хочешь, работать, но в основном отдыхать, жить, наслаждаться жизнью. Потому что все потраченное время, мы так не умеем на наслаждение. все потраченное время здесь оно компенсируется вот этим солнцем и отношением людей. Поэтому так интересно, Володя так это рассуждает, но он, по-моему, ни день еще не отдыхал. Да, он еще не отдыхал, но когда он это говорил, два столика испанцев вывернулись и слушали очень внимательно, как будто бы не понимают. Мне аж прямо интересно было. Хочу сказать за отношение не только испанцев к нам, как вновь прибывшим, но и отношение наших тоже соотечественников оно меняется. Прожив в Португалии пять лет, наши как-то не общались друг с другом, они дистанцировались. Не знаю, с чем это было связано, мы так и не поняли. Здесь другое отношение. И помощь от людей здесь она такая искренняя. Простой пример приведу, если позволишь. Конечно. Мы приехали, то, что компания нам предоставила матрас, я уже рассказал, но приходилось нам завтракать и ужинать стоя, потому что ни стульев не было, ни столов не было. Ничего не было. И Лена приехала к нам посмотреть, как мы, что мы, поинтересоваться, как вас проходит здесь, в чем-то нуждаетесь или нет. Мы такие люди, что никогда ни у кого не просим, не жалуемся. они... В общем, она увидела обстановку, мы постояли, выпили по чашке кофе, на следующий день вечером звонок в дверь, Лена приехала, привезла стол, стулья раскладной на нам. На временное пользование, чтобы было как жить. Для того, чтобы можно было где-то присесть, пообедать, и мы были просто в шоке от такого человеческого отношения. И я вам скажу, что здесь люди друг другу реально помогают. Все ждать надо. Все ждать. Даже без того, что ты к кому-то обратился или спросил элементарные вещи, где купить это или где купить то. Помощь здесь, взаимопомощь очень-очень высокая. По крайней мере, мы это ощутим. С такими людьми. Спасибо. Я хочу добавить. Это все-таки наше общество. И мы же друг друга тоже в этом плане. И как сказать, нашли даже, можно сказать. Потому что я стараюсь и сама наверное окружаю себя такими людьми, которые более отзывчивые, более душевные. Это даже, наверное, не только бизнес там подход, но еще и когда мне некоторые сейчас наши покупатели говорят, Лена, мы по доверенности оформим, а что дальше? Как бы мы сами. Я говорю, конечно, у нас документы остаются, но конечно, сами собственники должны что-то делать. Я конечно стараюсь больше сейчас сделать текущих сделок. У меня реально очень много их. Но вот такие все вещи, когда, как вам сказать, когда все равно спрашивают, я говорю, мы же делимся контактами и так далее. Просто люди пока сюда не доедут, они не почувствуют вот это вот. Все равно мы не откажем, так скажем. Как бы ни было, но физически ты не разорвешься за все на всех. Конечно, конечно. Бегать кому-то, покупать что-то по посуде. Ну, кого-то можно найти, опять же, посоветовать, кого, так скажем, кто не подведет, кто не будет, скажем, как я это называю, вытягивать какие-то там лишние деньги. Ну, например, поэтому я тоже слово дистанцируемся услышала, я тоже как бы даже дистанцируюсь от некоторых наших с огражденом здесь. это правда. То есть, есть какой-то определенный фильтр уже опыта жизни здесь. С кем стоит общаться, с кем не стоит. То вот в наше общество входит, скажем так, это может быть даже, скажем, определенные отфильтрованные, может быть, даже, скажем так, люди, проверенные люди, потому что я не хочу так же кого-то посоветовать, чтобы потом мою даже репутацию запятнал, чтобы каким-то образом что-то негативное выстроено, как бы вышло из этого. Естественно, я тоже не хочу такого отношения, поэтому я так же буду, и ты, и вы так же, так же будем делиться контактами, которые будут нам только положительные эмоции. Поэтому я хочу сказать, это общество, которое вы сейчас даже попали в том плане вокруг вас, может быть, то, что и я, как бы, вот как свою ауру, да, свою энергетику и своих людей рядом, и вы сюда попали. Это, скажем так, не хвалюсь, но, скажем, это уже отобранное, потому что куда-то вы еще поймете это в жизни, вы будете сталкиваться, будьте осторожны, уже дальше за пределы, будьте осторожны выходить, потому что я просто свою вспоминаю, скажем, историю приезда, когда ситуации хватало очень много, не положительных, и они все связаны только с нашими. Это было правда, это было очень давно, еще 15, 17, 13, 12 лет назад, 10 лет назад, даже позже. Но это именно когда действительно нужно отобрать. И вот тут я очень сильно, скажем, ограждаю своих людей, которые наши покупатели, наши друзья становятся. То есть это когда мы вспоминаем 5-7 лет спустя, и люди именно об этом вспоминают, ну, какой-то вот, у меня какой-то свой взгляд на эти вещи. То есть как раз я стараюсь ограждать, и иногда люди меня, может быть, где-то не слышат, не понимают пока, потом понимают, что действительно это было сделано правильно, что куда-то, туда не ходи, сюда ходи. То есть вот как бы снег попадет под башка. Но то смысл, это потому, что уже свой опыт ты не хочешь передать плохой опыт. Ты хочешь в хорошие людей провести вот так, спокойно. И то возникают свои вот эти нюансы, но они потом вот приходят, приводят к определенной гармонии. Потому что во всех жизненных моментах, скажем, это наш опыт, да, ты можешь попасть в всякую такую ситуацию. Вот я еще раз хочу сказать, что у вас, скажем, окружают хорошие люди, хорошие контакты, хорошие партнеры. А это поэтому у вас более хорошее ощущение. Я вам точно говорю, что это было бы по-другому, если бы вы были бы немножко с другими людьми. И я не то, чтобы себя хвалю, я просто это уверенно знаю. И это отзывы, как и вас же, когда вы начинали общаться по недвижимости, вы знаете, какие ответы, какие-то ситуации. Поэтому вот в этом плане это общество отобрано определенное, куда, скажем так, не все попадают. Не все. Еще один момент хочу акцентировать внимание на это. После выхода моего видео многие сделали такое неправильное заключение, что здесь большая проблема с отделкой при сдаче объектов от застройщика. Хочу сказать, да, это не Россия, здесь не строят, так как строим мы, и они не настолько щепетильны, как наш менталитет. У нас все блестит, все идеально вылизано, сделано именно за те деньги, которые вы заплатили. Но исправляют. Исправляют, компания-застройщик исправляют. И до меня дошла такая информация, что после моего видео некоторые решили отказаться от дальнейшей покупки недвижимости. Не делайте этого. Во-первых, порекомендую. Во-первых, ваша недвижимость, как я сказал на моем примере, на нашем примере, она выросла на 30-40%. И вы можете сейчас позвонить в любую компанию, в частности в компанию, где мы покупали, и поймете, какая разница в цене. Второе. То, что это исправляется застройщиком, это однозначно. Но если вы такой принципиальный уже доха в строительстве и щепетильный человек, в конце концов, всегда можно нанять команду специалистов. И в течение месяца вам все исправят за очень небольшие деньги. Хотя, еще раз повторяю, что компания-застройщик практически все исправляет. Поэтому не стоит отказываться. Мы поможем контактами, кто поможет это все пройти. Наоборот, инвестируйте денежные средства, потому что однозначно не прогадаете. Рынок российский очень сильно просел, инвестиции идут от 10 миллионов евро, и вряд ли вы получите такой доход. Здесь, на этом, кто хочет зарабатывать, может зарабатывать. Что касается, ну, такого стереотипа, что, ну, приеду в Испанию, что буду делать. Я сразу скажу, профессионал должен заниматься своим делом. Лена умеет продавать и правильно подыскивать объекты для того, чтобы из денег сделать деньги. Я умею делать ремонт и умные дома в виде наблюдения. Ирина умеет и разбирается в ювелирных изделиях. Ребята, наши коллеги, которые нас снимают, умеют делать правильное и нужное в виде. Каждый должен заниматься своим делом. Если вы профессионал, для вас не составит никакого труда здесь найти работу или открыть свой бизнес, или продвинуться, потому что уровень обучения и подготовки наших земляков и испанских коллег, он очень сильно отличается. Но, в первую очередь, менталитетом. никаких проблем в этом нет. И кто проинвестировал, настоятельно рекомендую оставить за собой это жилье, потому что оно выросло в цене. Ничего страшного в этом нет. Это все делается. Все исправляется. Мы как-то придем к вам в гости, когда вы уже нас платите, а как обставите. Мы покажем, как у вас два этажа превратились в две отдельные квартиры. Можно использовать или все вместе, или сдавать отдельно. но это уже либо жить ваша семья будет и так далее. Но самое главное, не знаю, уже по поводу инвестиций еще очень много, конечно, как всегда, вы поднимаете эту тему. Я сейчас начну с этой часами, потому что это правильное все добавление, то, что действительно цены на стадии строительства растут. Нужно очень правильно, точно выбирать конкретные объекты, потому что не все объекты интересны, даже в одном комплексе. Их очень немного остается. И в этом году, как многие думали, что будет падать цена. Здесь, в Испании, неправда. Мы этого не увидели. На своем опыте. А та вторичка, которая была очень, очень со скрипом снижается цена. И то она очень давно уже снижалась, когда это классика, когда именно стиль классический и уже устаревшая. В общем, все от качества до стиля и мест невостребованных. Я их, в принципе, не рекомендовала уже давно, до коронавируса и до этого года. Но я к тому, что это просто нужно очень грамотно рассматривать. Я, как всегда, информирована, то есть мы много мониторим, много смотрим, проверяем и наблюдаем, что будет происходить в этом году. В этом году лето было у нас полное заполненное туристами. То есть все было, все работало, все заполнялось. Да, зима не такая, как в прошлом году. Ну, то есть зима, осень, вот эти периоды, весна. Но, опять же, у нас все всегда работало. То есть даже на том же карантине мы ездили, оформляли вообще, когда все сидели по домам. Все лето, все работало. Сейчас осень, зима, все работает. Я обстановку хочу еще поснимать, показать, как здесь все магазины. Все работает, все салоны. Все, нет ни одного предприятия закрытого или что-то еще. Но есть отели, где, например, сейчас закрывают, там они потому, что им платят субсидию всем работникам от 600 евро и выше. И они спокойненько сидят дома, нет вот таких революционных событий. Боятся пока собственники, потому что вдруг будет ли, скажем так, им экономически выгодно платить зарплату, чем сидеть на субсидиях. Пока они ждут, выжидают. Испанская тема. Выжидают, пока на, скажем, на льготах платят сотрудникам, чего бы не посидеть. Ну, скажем так, рисковать не хотят. Вообще, это может быть даже правильно. А весной и летом 100% будет опять много туристов и опять эта вся начнется история, то есть аренды и так далее. То есть все будет активно. Понятно, что все еще в какой-то небольшой панике, непонятности, что будет происходить. Но, опять же, вопрос как раз при росте на стадии строительства, это даже первый был мой главный конек, ход, как и я же вкладывала в 1, 2, 3, 4, 5 объект, где прирост на капитализации. И если у вас там, ребята, девальвация произошла, где кто-то хотел, у нас есть такие покупатели, желающие, которые хотят приехать на миллион купить евро, в тот момент, когда это было, даже в момент коронавируса, уже это была весна, начало лета, я им говорила, ребята, сейчас нужно решить, очень мало объектов осталось. У нас буквально недавно купили дистанционно таунхаус за месяц назад, но при этом мы за неделю хотели выбрать из квартир, перед нашим прям носом ушло 8 квартир в комплексе на первой линии, последние, которые видовые и так далее, просто не осталось, осталось самое дешевое, 340 инвестируют. И у меня же тоже купили одну последнюю, там трешку за 400 тысяч, фронтальную, которую еще надо ждать 2,5 года и люди инвестируют. Поэтому я к тому, что нужно вовремя принимать решение, так я к тому, что еще девальвация произошла, тогда было 70 за евро, а потом стало 90. 20, 20, разница на миллион, это сколько? 20 миллионов рублей человек потерял в рублях, если бы он инвестировал сюда этот миллион евро, они бы остались здесь в стенах, и все, это были бы уже не 70 миллионов, а 90 миллионов рублей. И вот человек просидел, прождал, так не ждите, едьте сюда, как можно скорее, делайте ВНЖ, мы поможем, подскажем, и инвестируйте сюда, в недвижимость, в стабильном государстве. И поторопитесь, потому что объектов остается очень мало, и реально мы были удивлены, когда вообще просто на наших глазах поднимались цены на вилл, на вилл с 400 тысяч до 500, 590, и мы просто в шоке, у меня есть группа, где я все время сама смотрю мои сотрудницы, установщицы, высылаю туда повышение цен и понижение цен есть группа. Понижение, как всегда, вторичка, избранные иногда чуть-чуть где-то новострой, которые где-то чуть-чуть делают скидочки такие бонусные, 3-8 тысяч для того, чтобы просто в рекламу поставить заманушные, но это такое редко, а вот именно повышение по новостроям идет постоянно, я как это говорила, так это наблюдаю и вижу, что это происходит, то есть это действительно, как я, можно сказать, прогнозировала, так это и происходит, и то, что мы все вложили и выиграли, мы это все видим, мы это все на цифрах видим. Элементарный пример, извините, перебью. Компания-застройщик нам продала доплекс с одним паркоместом, потому что так шло по проекту, хотя при урбанизации планируется гостевая парковка, великолепно все. Лена нам позвонила, говорит, ребят, у них есть пару гаражей и кладовка на продажу, берите, не пожалеете ни в коем случае. Мы подумали, зачем, хотя у нас три машины, но пусть будет, одно паркоместо, там гостевые, мы их зарезервировали по 7000 евро. Сейчас они продают их по 10, но их нет. И те, которые будут продаваться следующие, то есть со второй круг, они уже 15 цена. То есть даже на такой мелочевке, там два гаража и кладовка, мы показываем своим примером то, что здесь деньги, они имеют рост, они растут. Это опять же там, где вы со мной пошли, потому что не везде, я вам точно говорю, где-то стоят. Лена позвонила и говорит, берите, потому что их больше не будет и это хорошая инвестиция, но не понадобится вам. Продадите, сдадите в аренду. Это, кстати, хорошая рентабельность от сдачи в аренду даже гаражей. А здесь проблема с парковкой, действительно, здесь машину просто так не бросишь, потому что ее некуда, а наши привыкли съездить на больших машинах, поэтому... Ребят, если честно, реально продолжать могу очень долго, может быть, еще мы просто еще будем показывать наши рассказы еще в дальнейшем. Я, ну, честно, я могу вообще бесконечно не останавливаясь, наверное, даже закруглю наш сегодняшний разговор, если вы не против, если у вас есть еще что-то добавить, пожалуйста, я только рада. Ира? Я одно слово хотела добавить. Очень переживала за нашу поездку, на автомобиле в момент пандемии. Именно, вот, акцент делаю в момент пандемии. Не бойтесь, едьте. Несмотря ни на какие страхи, все пройдет хорошо, обязательно. Главное, чтобы были какие-то сопроводительные документы, а остальное все получится. все страхи сразу отметайте назад. Все это прошли на себе. Все, да, прошли. Вот это действительно на видеоканале Владимира и Ирины есть. Все, еле, 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 еле. Все прям молодцы. Все это проехали, показали. Никаких сложностей нет. Очень прям смелые такие ребята. Я очень, вообще удивлена так все это показываю. И главное, что мы действительно очень много можем рассказывать и часами общаемся. На самом деле, сколько ни кофе, а у нас это на 2-3 часа как минимум выходит. Ну, вот так, когда мы друг другу помогаем общением тоже, в том числе, это очень важно. Не только же просто, как говорится, не хлебом единым живет человек, но все-таки очень всех вас хочу, во-первых, даже заранее уже, может быть, даже поздравить. Я надеюсь, с очень хорошим годом. Наверное, я так считаю, что он все-таки будет лучшим. По гороскопам так говорят и так далее. И прошедший год, конечно, был очень сложный. Надеюсь, он уже скорее уже быстренько закончится. Но сложный только в том, что действительно пандемия, может быть, поломала у многих планы, какие-то внесла страхи в свои изменения и в бизнес и так далее. Но я могу, скажем, даже похвалиться, что наши сотрудницы, моя команда, компания, все в сборе, все готовы, все работаем. Я никого не уволила. Моя команда всегда была в работе весь год. Мы, скажем так, у нас работа не убавилась, а прибавилась. Это было и дистанционные продажи, и дистанционные покупки, оформления и так далее. Плюс и показы. И все время это было, как бы не было изменений вообще в работе. Хотя вначале я также переживала и думала, придется где-то что-то зужжать, сократить. Слава Богу. Во-первых, Испания как страна очень любимая и востребована. Тем более, наше место замечательное. Конечно, всем нравится. И нам, тем более, тоже жить и работать. мы не останавливаемся в наших и новых начинаниях видеоканалей. Наши видео для вас. Все эти показы и рассказывают четкой информации, как, что происходит, дистанционное оформление ипотеки, налоги, законы, паровым, жим. И еще очень много видео готовим. Очень много. Наверное, в плане уже около 70 только по плану. Будем это делать, стараться на наш видеоканал выставлять и опять же радовать вас нашими событиями. Все, как всегда, стараемся только для вас, только именно ради вас это все происходит. И, пожалуйста, пишите, ставьте свои значки, лайки, если вам понравилось, дизлайки. Если что-то не нравится, пишите комментарии. Это я уже смеюсь, но все-таки может быть, мы не можем нравиться всем все-таки. Если есть вопросы, пишите, задавайте ваши идеи. Мы тоже будем освещать еще какие-то события здесь или делать интервью. И звоните, я всегда буду очень рада. И хочу еще добавить ребятам огромное вам спасибо и за это интервью, и за то, что вы здесь с нами. Я так рада этому просто, потому что знаю, как все-таки вы ответственно относитесь ко всем вопросам. Мне так приятно с вами. И работать, и сотрудничать, и дружить, и в дальнейшем еще... Мы очень много планов осуществим по отдыху, по нашим веселым мероприятиям. И по жизни совместной в Испании. Так что всегда рада видеть и ваши лица, и ваши улыбки. Будем ждать наш Новый год. Встретим мы его тут хорошо в Испании. Немножко кто-то позавидует, но действительно в такой погоде можно встречать Новый год. так что будем делиться с вами улыбками нашими, нашим солнечным испанским солнцем. Солнечным испанским солнцем. В общем, солнцем испанским на нашем замечательном побережье. И всех с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. С наступающим. Елена, благодарим вас за это интервью. Всегда рады и увидеться, и пообщаться, и что-то рассказать нашим соотечественникам и не только соотечественникам, которые находятся там далеко, у которых много вопросов. Так же много, как у нас их было когда-то. Но благодаря и тебе, и другим видео, которые мы просматривали ежедневно и мониторили, вопросов становится меньше. Поэтому пусть, конечно, народ звонит, пишет, но все вопросы всегда поможем, ответим. Благодарим тебя за эту встречу. Спасибо большое. Ждем удачи. Спасибо. И еще раз поздравляю, что вы здесь, в Испании. Приезжайте, друзья. Мы вас рады видеть и помочь во всех вопросах. Приезжайте. в Испании. 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 Испании.